Всем привет, с вами Демьян! А ты знал, что мировой рекорд по пребыванию без сна принадлежит американцу Рэнди Гарднеру? На момент установления абсолютного рекорда ему было всего 18 лет. Он продержался без сна 264 часа и 20 минут, что равняется 11 полноценным дням. Это достижение было установлено аж 53 года назад, поэтому маловероятно, что этот рекорд будет побит в ближайшее время. Однако давайте представим, что будет с человеком, если не спать всю неделю. Первые бессонные сутки станут для вашего организма настоящим испытанием. 24 часа или 1440 минут без сна постепенно начнут негативным образом сказываться на здоровье. В нашем гипоталамусе находится примерно 20 тысяч высокочувствительных нейронов, которые отвечают за цикличность смены ритмов дня и ночи для нашего организма. 86 400 секунд без сна приведут к значительной усталости, головной боли, а также проблемам со вниманием, памятью и концентрацией. На вторые и третьи сутки у человека, который не спал 72 часа, появится нервный тик, который будет вызван истощением нервной системы и всего организма. 86 миллиардов нейронов, находящихся в мозгу человека, вес которого составляет в среднем полтора килограмма, начнут некорректно работать. Появится легкая дрожь по всему телу, озноб, а также падение температуры тела до 35,8 градусов. Помимо всего прочего, речь человека станет однообразной и скучной, а количество слов, которые мы произносим в течение дня, сократится в целых 5 раз. Следующие два дня пройдут куда веселее. Во-первых, начнется выработка лептина и, как следствие, усилится аппетит. Для нормального функционирования организму ежедневно необходимо около 3000 килокалорий. Теперь же эта цифра увеличится и составит примерно 3500 килокалорий. Во-вторых, у человека, который не спал 96 часов, начнут появляться первые галлюцинации, которые будут сопровождаться различными видениями. Через неделю человек будет мало похож на себя в начале этого бессонного марафона. Его поведение будет крайне странным. Галлюцинации будут не только слуховыми, но и зрительными. Организм будет испытывать серьезный стресс. Нейроны мозга будут малоактивны. Сердечная мышца изношена. Иммунитет почти перестанет сопротивляться вирусам, которых на сегодняшний день открыто более 5000 видов. А печень будет испытывать чудовищные нагрузки. Прошла бы еще неделя, и от вполне здорового человека остались бы только воспоминания. Вот такая вот статистика. Высыпайтесь, друзья мои. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео. А также смотрите прошлые выпуски. Что будет, если жить год под землей и от самого медленного до самого быстрого на земле. С вами был Демьян. Подписывайся на мой канал, ссылка в описании. Все, пока.